Пиар прошел, а баков нет. Обещанные евроконтейнеры во дворах так до сих пор и не появились. Эта площадка не дожила в целости и сохранности до торжественного момента. Вчера вечером за ней подожгли кучу мусора. Вчера вечером ехала, было все нормально. Позже поехала часов, где-то около 12, уже горит. Никто не тушил. Так, видимо, до утра и горела. Просто в 6 утра ехала, уже дымилась. Место здесь такое. Постоянно скапливается крупногабаритный мусор. Его поджигают каждое лето. История повторяется из года в год. Так вот, потом мы и подожгли, что безобразие. Если бы безобразия не было, и не было бы подожжено. Конечно. В этот раз пострадала от пожара и новая мусорная площадка. Оплавилась крыша из поликарбоната. Материала отнюдь не экологичного. При его горении выделяется едкий запах. Жалко инновацию, ведь поставили буквально несколько дней назад. Пора уже, наверное, убирать дворы, потому что в каждом двери такая картина, как вот можно здесь наблюдать. Крыши поставили, а контейнеры стоят отдельно, и мусорная куча тоже стоит отдельно. Нужно что-то с этим делать. Нет. А ведь в городе уже началась модернизация. Уже закупили специальные мусоровозы для обслуживания новых контейнеров. Хорошо, что самих баков пока нет. А то бы их вид был изменен. С европейского на первоуральский. А это другая инновация. Недавно после спуска Сталецкого моста на обочинах появились вот такие скульптуры. Это видеонаблюдение поставили гаишники. Вообще-то они взрослые, так сказать. Их почти не видно. Ну никто, по крайней мере, из пассажиров не отреагировал. Да, очень красиво. Как вы думаете, для чего вы это поставили? Чтобы по обочинам не ездили. Побольше надо поставить. Чтобы меньше ездили по обочинам, по газонам. Чтобы были ключи. Там часто вообще на газон заезжают? Часто, конечно, когда пробки. Как выяснилось, установить этих божьих коровок придумал директор НПО ЖКХ Юрий Прохоров. Купили там такие эти полусферы бетонные, чтобы по обочине не ездили. Там копейки стоят. Пригласили преподавателей с художественной школы. Они их разрисовали в божьей коровке. Такие, да. И уже машина приехать не... Ну видели, наверное, он едешь, она тебе улыбается. Ну уже другое настроение. Прохоров рассказал главе администрации курьезный случай, который произошел сразу после того, как божьих коровок установили. Эту историю, в свою очередь, глава озвучил на общественных слушаниях. Я еду в воскресенье, и передо мной едет женщина на Ниссан Экстрейл, останавливается, вполне себе приличная такая, уже почти пенсионного возраста, выходит, открывает багажник и пытается ее себе в багажник закинуть. Понимаете? Видимо, инновации в городе приживаются плохо. Не выносят они суровой первоуральской действительности. Люди наши еще не приучены к культуре.